Дипломы лауреатов и дипломантов первой, второй, третьей степени вручили победителям общегородского конкурса «Колокола мужества». Наградами отметили почти 150 участников. Гран-при получил учащийся Суворовского училища Тимофей Зубак. Главный призер подготовил видео своего сольного выступления. Возле барака вонючим двором вел часовой их на аэродром. Летное поле в воронках у нас. Пусть разровняет, был отдан приказ. Каждый год конкурс учтецов задают определенную тематику. В 2021-м в произведениях участников должно было быть обязательное упоминание 155-го юбилея Уссурийска или 80-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны. У меня было произведение Фирсова Ивановича Владимира «Русские поля». Оно мне показалось очень душевным, интересным, затягивающим. То есть это действительно произведение, которое можно было слушать и вникнуться. То есть ты сидела и тебе было интересно продолжение. Я читала произведение «Ну что ты плачешь, медсестра». Ну это было произведение о войне. Мне оно очень понравилось и затягивающе было про медсестру, так как она вытаскивала людей, когда их ранили. Возраст участников для конкурса «Колокола мужества» практически не ограничен от пяти лет и старше. Номинации распределялись по четырем категориям, столько же и направлений. Чтецы могли подготовить сольное выступление с литературно-музыкальной композицией, выступление коллектива, исполнение произведений собственного сочинения, а также приморских авторов. Подготовила свое собственное произведение «Портрет деда». Да, было написано, правда, не в этом году, чуть раньше. «Светлой памяти моего дедушки», посвященная Кольму Емельану Павловичу. Этот портрет действительно у матери есть. Я сделала копию, и сейчас у меня хранится. Когда проходит бессмертный полк, я с этим портретом. В завершении награждения для победителей традиционно организовали галоконцерт с элементами театрализованных постановок, песен и танцев. В целом в «Колоколах мужества» в этом году попробовали свои силы больше 330 детей и взрослых из 14 субъектов Приморского края. В список призеров попали также участники из пяти других регионов России. Отметим, что конкурсу чтецов в 2021-м исполнилось 10 лет. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс.